Йодлий Словно Тайсон Фьюри перешагивает канаты, только вот Фьюри яйцами их не касается. Ну, чтобы выйти с Тарасовым, нужно иметь большие яйца. Вот он чуть немножко тут и подзастрял. На халате написано «Фильтр Дацика». Ну, Орловского-то он отфильтровал, да, ребят? Посмотрим, что будет сегодня. Итак, Дацик 950 килограмм против Тарасова, который весит 35 килограмм. Разница у нас в 150 тысяч тонн, ребята! Это Диплодок и Велоцираптор, если хотите. Может быть КамАЗ или АК. Короче, что-то огромное против чего-то очень маленького. И кому тут интересно, этот рефери объясняет правило, все равно все пойдет через жопу. Итак, первый раунд. Тарасов попадает и тут же улетает с этой орбитой в космос. Ну, пока Дацик думал, что делать, Тарасов вернулся к жизни. Борьба для слабаков, и Дацик хочет стойку. Снова заруба? Ну, нет, я ошибся. Дацик просто утрамбовывает Тарасова в канвас. Здесь Тарасов, конечно, как рыба в бочке, которую солью посыпали и прессом придавили немного, чтобы так посолилось немножко. Тут Дацик пытался вспомнить, как удушающий делать, но потом все-таки решил размять Тарасову лицо. Если это был не бой, ребят, то я бы подумал, что кто-то хочет в кого-то проникнуть. Либо Дацик хочет положить свой живот Тарасову на лицо, и дело с концом. Такой удушающий вышел бы только у них. А Слава, наверное, так и лежал бы, если бы ему не напомнили, что желательно бить. Мы же тут не в лежанку играем, да? И как неожиданно Тарасов выходит на рычаг локтя. И, возможно, если бы не канаты, то он бы победил. Но если бы ДК бы, и все бы рэперы жрали бы грибы, это же боксерский поединок, а не ММА. Какая клетка? Чё я несу-то вообще? Тут канаты. Поэтому мы вынуждены наблюдать вот такую вот мастурбацию, ребята. Возвращаем бокс на место. Двойка Тарасова, фирменный промах Дацика, колхозная заруба, и снова Дацик пытается так сильно обнять Тарасова, чтобы от этих нежных и крепких объятий он поплыл и сдался. Так сказать, пытается выдавить Тарасова из Артёма, но Тарасову комфортнее на полу. Ну, там и прохладненько, да и опять же он говорил, что в гарде ему комфортно. Ну что же он, вот фешенебельный комфорт от Вячеслава Дацика. Лежаки, матрасы, гамаки. При желании Дацик может составить вам компанию и прилечь рядом с вами. Ну или на вас. Вячеслав встаёт, чтобы забить голову Артёма в пол, но, как всегда, промахивается. И даёт Тарасову позагорать. Но тут-то, блин, не солярий, алё. Снова деревенские танцы с бубнами. Оба бьют в сторону друг другу, но Тарасову-то в большого Дацика проще попасть. А вот и задумка Тарасова, кстати. Под шумок свалить сквозь канаты. Идея-то здравая, потому что либо Дацик его сплющит, либо сожрёт. К большому сожалению, рефери это заметил и вернул его обратно. Вообще, возвращать Тарасова обратно на канвас – это лучшее, что получалось у рефери в этот вечер. Снова попытка подраться, но желание Дацика забодать Артёма снова берёт вверх. Пара ударов по яйцам, но рефери же для этого и нужен, да, чтобы смотреть. Игру престолов, наверное, я не знаю, что он там смотрит, но точно не бой, ребят. А, ну вот ещё, Тарасовым пол вытирать, видимо, это хобби его. Сокрушительные удары Дацика и снова пытается раздавить локтем голого Тарасова. Но вроде же локти-то в партере разрешены, но у Славы, наверное, другие планы на этот бой. Видимо, просто расплющить Тарасова, как Чиканога в Негрози Южному Централу, помните, да? О, ребята, как хорошо, что всё это закончилось. А, блин, ещё ж два раунда, да, боги, дайте мне сил, пожалуйста. Мне кажется, Тарасова уже пора скорую вызывать, нет? Посмотрите на него. Второй раунд, Артём попадает, ну, это понятно, а Дацик вот попал, и это странно, кстати, он обычно же вот так вот работает. Вот это его тема. Славе дают вкусняшку, чтоб тот не проголодался, и дальше погнали. И вот он, знаменитый футворк Тарасова. Снова работа на ударную технику. Правда, техника это в основном деревенская, трактора, там комбайны всякие, вот это вот всё. Но Тарасов пару раз втыкает всё-таки в цель. Хотя для Дацика это, видимо, как для дроби слонина, ну, или что-то в этом роде. И снова у нас Аватар пытается соединиться со своим Турук МакТо. Вы тут сами определите, кто тут кто. Ну да, конечно, задушить Артёма локтем было бы проще всего. Но даже это не выходит у Вячеслава. Ой-ой-ой, да неужели удары? Я-то уж и забыл. Это же вроде как чемпионат по вольной борьбе был, да? Ну а Дацик уточняет, что он помнит всё-таки, где голова Тарасова, и вызывает его обратно в стойку. И вот, казалось бы, Дацик дал возможность себя побить, но Тарасов всю дыхалку на полу оставил. В общем, если коротко о бои, то вот она, вся суть. Вот так вот выглядит битва за хайп. Добро пожаловать в русский интернет. Жёсткий и беспощадный. Снова немного протрем полы Артёмом. Это его главная функция, видимо, сегодня. И да, Цик падает сверху. Вот тут-то бы уже и задуматься о том, как правильно их возвращать в нужное положение. Но рефери, к сожалению, сегодня не приехал. Хотя вон стоит какой-то мужик. Но это, видимо, слишком любопытный зритель. Подошёл поближе так посмотреть, тут же интереснее. Кстати, второй раунд на записках у судей выиграл Тарасов. Ну мы это, в принципе, и наблюдаем, да? И Дацик выходит на позицию пупок-лицо. У Скруджи, кстати, песня такая есть. Пупок-лицо. Это пупок-лицо, знаете, да, вот это. Но вот он начинает почему-то гладить Тарасова по ушам. Хотя мог бы выпрямиться и нормально расшатать защиту. Но ребята сюда же приехали делать шоу, да? Так что какие претензии? А у Дацика уже не осталось ни дыхалки, ни, видимо, желания победить. Поэтому у судей Тарасов и выиграл этот раунд. Ну вы же согласны? Тёма тут вообще красава. Явно доминирует в поединке. Он же Дацик, вон, весь пупок продышал. А это, извините меня, не так просто. Если тебе его на лицо не положат, так ты его и не увидишь. Тем временем Артём продолжает выигрывать. Но Дацик зачем-то хочет выйти на болевой. Тёма ускользает и выходит на боковое удержание. Ну вот, и Слава хоть немного отдохнёт. А нет, смотрите, он тоже ускользнул. Но у нас же есть возвращальщик, ребята. Чё, вы забыли что ли? Блин, жаль, конечно, рефери не приехал. Он бы хоть помог тащить этого 950-килограммового Дацика. И тут какой-то мужик лёгким движением швыряет Славу на пол. А, нет, он хочет что-то из них собрать. Так, смотрим. А, лего-конструктор, подарите ему кто-нибудь, что он тут делает. Дацик бьёт коленом. Тарасов думает, где бы взять нормального рефери. Потом колотит Дацика. Ну, нормально. Дацик опять заряжает колено. И тут кто-то напоминает ему, что это бокс, ребята. Тут так нельзя делать. Снова какой-то мужик бросает Дацика через бедро и предлагает Тарасову его добить. Что, в принципе, тот и попробовал исполнить. И, конечно, выиграл этот раунд. Тут без вопросов. Блин, ещё третий раунд же. Ну, ладно, смотрим. Тарасов вроде он домой пошёл, но раз и вернулся за ключами. За ключами к победе, видимо. И затем ещё одна плюшка, но Слава их кушает и стоит. А вот ещё попытка сломать руку. Видимо, удачная. И правду говорил Тарасов, что не будет он бегать. И будет рубиться не на жизнь, а на смерть. И действительно, смотрите, как он встречает опасность. Лицом к лицу, как говорится. И пока Дацик бьёт, от него от самого он что-то отваливается. И тем временем Артём Тарасов продолжает выигрывать этот поединок. Да, уж бедный Дацик. Под такой каток его бросили, конечно. Под букмекерский, наверное. А пока какой-то мужик без команды стоп пытался вытереть Артёмом пол, Дацик решил это остановить. И коленом прижал Тарасова к полу. Ну и правда, чего постоянно по полу-то возить? Хорош уже, наверное. Конечно, Тарасову это не понравилось. И он захотел вызвать скорую. Потому что рефери мы, видимо, уже не дождёмся. Он, наверное, в какой-то лютой пробке застрял просто. А скорая-то она с мигалками, и она побыстрее приедет. Всё, короче. Ждём Айболита. Но Артёма всё равно заставляют драться. Бабок же все поставили. Иди, Тёма, сдохни. Но бабки наши, адобей, пожалуйста. Не к судям же нам обращаться. Тебе лежачим уже победу не отдадут. Ну а Славик тут уже и победу отпраздновал, и кричалки поорал. А скорая так и не приехала. Видимо, они где-то вместе с рефери там застряли. Ну ладно. Поблагодарим Тарасова за мужество. И закончим на этом. Дацик сказал, что если он его фильтр прошёл, то и в депутаты можно идти. Вот и сказочке конец. А кто слушал, маловероятно было. Конечно, но скорая, блин, приехала. И каким-то волшебным дезодорантом вернули нормальный запах в зале. А пока Дацик с фанатами общался, Тарасов вернулся к жизни. Вот что значит, ребята, воля к победе. Блин, за что мне всё это, а? Так, ну Дацик тут в своей стихии воздуха продолжает. Потом продолжает колено-яйцо, и Артём снова берёт небольшой отпуск. Ну правильно чё, загар-то уже сошёл немного. Ой, тут опять что ли бой начался. Ну как бой, больше отрыжка, конечно. Но тоже ничего. Глаз у меня всё равно уже нет, они вытекли, поэтому срать. Мы, конечно, наблюдаем тут что-то между боксом и рваным пакетом из пятёрочки. Но это тренды Ютуба, привыкайте, ребята. Напоминаем, кстати, что Тарасов, как и обещал, не бегает от Дацико. И рубится с ним в дрова прям. А вот, кстати, вам новый способ выхода из гильотина. Берите на заметку. Ах, да, в боксе же нет болевых, блин. Ну мало ли, в октагоне будут дырки, и тут можно вот так вот вынырнуть. Снова Тарасова таскают по полу. И Дацик решает в него нырнуть. Входит ровно без брызг. Я бы отдал 6-0. Но мужик в синей футболке мутит какую-то свою схему заплыва. Дацик снова забирает приз зрительских симпатий, уже во второй раз, кстати. А Тарасов продолжает его побеждать, правда, лёжа на полу. И вот чемпион выходит на вручение пояса от халата Дацико. И ввиду нерасчёта сил нормально хайпануть и огромной воли к победе, а также дабы не подставить людей, которые запилили кучу бабок, побеждает Артём Тарасов. Конечно, судьям лучше знать, кто тут победил, ведь у зрителей вытекли глаза, но уши-то у них остались. И они слышали, кто победил реально. Дацик передаёт привет судейской коллеге и благодарит их за профессионализм. А вот и победитель сегодняшнего боя – Артём Тарасов. Пишите в комментарии, насколько красиво он победил Дацико, и стоит ли ему вообще продолжать карьеру, если он не может выиграть 35-килограммовых соперников. Ну и, конечно, не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Ну а в целом, конечно, ребята молодцы. Дрались по бирманским правилам, без рефери, показали отличный функционал и не сдавались до конца. Жалко, бой получился за лупой лягушке. Ай, да и ладно, мы хоть повеселились. А с вами был Какой-то парень. Всем добра и удачи.